приветствую всех друзья гости и подписчики канала сегодня у нас обзорный день как вы поняли уже по фону и на обзоре у нас вот такая большая коробка украинской фирмы миниард очень отличная фирма шикарные наборы делает и так это у нас европейский трамвай с кучей фигурок пассажиров и экипажа если так можно выразиться с различные уличные утварью в масштабе 1 к 35 раньше у этой фирмы были еще два варианта этого европейского трамвая но сейчас они по моему не выпускаются и вышел ранний советский трамвай наборчик предоставлен нам магазином я моделист за что им отдельное спасибо данный набор вы можете там найти и я думаю что и наш советский трамвай там уже есть и правда не смотрел стоит это в пределах трех с половиной четырех тысяч насколько я помню набор в зависимости от вашей скидки но он этого стоит поверьте и так смотрим что у нас внутри внутри у нас как всегда в миниарте это полная коробка летников и инструкция начнем с нее сейчас я коробку эту уберу открою пакет потому что все в одном пакете я его скрыл вытащу просто это все то есть у нас один цельный пакет и в нем литники и еще там отдельно пакетики со стеклами так что ухожу на небольшую паузу и так начнем с бумажной части инструкция собственно как всегда у меня арта она выполнена в такой форме книжки передние и кони и последние листы первые последние передние сделаны такими глянцевыми там где окраска предлагаются варианты тоже они такие глянцевые и так всего 810 деталей из них 52 это у нас стеклышки на габариты модели я не нашел ну судя по тому какое основание довольно приличный трамвайчик получится где-то наверно в районе 20 сантиметров вот так что у нас еще тут написано что могут быть двери как открытые так и закрытые и 9 вариантов окраски как я понял может быть больше я чуть не посчитал их сейчас посчитаем все вместе и так вначале у нас идет как раз варианты окраски идут то есть вот он у нас получается раз два три четыре пять шесть так и в конце семь восемь девять до девять штук то есть они разные все у нас идут ну как разные отличаются они в основном рекламой и бортовыми цветами а так все у нас в принципе одинаково есть кому интересно я сейчас приближу табличку с цветами то есть вот это вот у нас таблица цветов на сам трамвай можете на паузу поставить и списать себе если вам лень искать инструкцию это у нас вторая табличка это уже для людей привязка идет точнее не привязка таблица у нас дана на краски а мамик амброл мистер колор тестер валеха и идут название цвета и шифрой насколько это соответствует тому что это за цвета я пока не смотрел потому что на т-55 к примеру некоторые цвета от разных фирм отличались оттенками есть такой нюанс и так дальше у нас тут идет ледники все какие у нас присутствуют сколько их количество и так далее и пошла сборка собирается сперва пол и дальше идет по инструкции у нас все крыша сперва пол потом борта крыши чем довольно детализировано все у нас вот тележка подвижная электромоторчик судя по всему я матчасть вообще не в курсах поэтому сразу извиняюсь если что-то не так называют и так сборка наших фонарей туда две штуки фонаря два фонаря дается нам на нашу улицу соответственно сборка лавочек различных канализационных люков и заборчиков и собственно установка всего этого дела на наш так сказать постамент он же улица можно сказать уже полу готовая диорама во всяком случае виньетка точно и вот что мне больше всего понравилось вот этот листик это у нас листик с рекламой тут различные кока-колы персилы мартини и всякое остальное и вот эти вот плакаты очень интересные если я не ошибаюсь у фирмы миниарт есть отдельно еще плакаты они выпускают то есть можно там на время войны там какие-то агитационные найти плакаты но я не буду делать я буду с рекламными пока правда не знаю я больше склоняюсь трамваю который с рекламой персила но пока еще не знаю может быть и кока-колу сделаю какой в любом случае там уже в процессе сборки мы это уже точно определимся и так откладываем инструкцию нам больше не понадобится вот такой у нас листик с декалями различные эмблемы название маршрутов как я понял номера сами самих этих вагонов ну трамваев вот и в принципе только один листик вот этот идет собственно как вариант тут можно любое сделать по большому счету и так начнем литниковую историю два литника с деталями пола и крыши насколько я разобрался по инструкции ну вот судя по вот этому вот вот такой трамвай будет по длине то есть как видите довольно большой наверно сантиметров 30 тоже это из двух половинок собирается отлита ну про качество литья и не буду говорить отдельно наверное уже кто сталкивался с меня артом и собственно видите что отлита это довольно все хорошо кое-где наверно придется все-таки следы от толкателей зашкуривать тоже мало ли где-то будет видно это у нас же трамвай не танк но в целом отлита очень все прилично насколько я знаю в первых трамваях была проблема связанная с хрупкостью пластика на тонких мелких деталях но уже в этих наборах по моему это искоренено и почему убрали эту проблему и так у нас еще два одинаковых летника здесь мордочка трава и и соответственно задняя часть двери элементы подвески тележки нашей элементы верхней части бортов насколько я понял по инструкции все летники практически дублируются поэтому их такое большое количество вот еще два парных литника это у нас элементы нашей будущей тележки с обеих сторон болты заклепки видны так что довольно все ажурно и качественно думаю что сборка у нас займет довольно приличное время так как тут придется очень много делать подготовительных работ в плане сперва сборки каких-то элементов потом их по краске потом только установки и так еще два парных литника здесь у нас как раз элементы электродвигателя элементы скамейки и различная мелочевка тоже все отлито довольно шикарно мелочи все единственно что как бы при работе с т-55 где тоже с этим столкнулся излишнее количество вот этих вот подводных питателей к мелким деталям иногда это очень мешает но ничего страшного все победима и исправима как говорится ничего такого сверх страшного в этом нет это конструктивная особенность видимо по-другому не получается отливать это и так вот есть такой вот у нас литник с рожками он вместе идет с элементами опять-таки тележки здесь у нас от колеса различная мелочь от нее здесь также как я понял это ручки в самом этом вагоне какие-то мелкие за которые пассажиры держатся но и соответственно еще раз два три еще три вот таких летника дублирующий тот кусок где колесо то есть вот так у нас выполнено это дело так еще несколько мелких летников здесь у нас идет уже уличная утварь элементы забора люки канализационные это я так понял от какой-то лавочки но могу ошибаться вроде смотрел вроде это от лавочки спинка может и неправильно посмотрел не знаю в общем 4 таких вот литника еще у нас есть маленький летничок отдельный но он не один еще такой же это у нас элементы столба с фонарем то есть при желании вы можете провести здесь проводку единственное будет тяжело провести сам вверх то есть я не знаю тут надо будет очень как-то хорошо засверлиться ну не знаю почему умельцы я видел делают рабочим фонарь то есть ставят здесь лампочку и он светится я такими возможностями и способностями не владею поэтому у нас будет не рабочий фонарь так здесь это элементы внутренности нашего вагона и как я понял это у нас ящики под вагоном какие-то специальный вот этот клин для перевода стрелок дверь к этому вагону вожатому так и его дублер то есть какие говорил все летники дублированы а то и в четырех вариантах то есть если вы какую-то мелочь сломали в принципе есть шанс что вы еще ее соберете и вот такой пакет со стеклами доставать я их не буду они хорошие прозрачные с насечками там где должны быть рейки которые прокрашивать на стекол здесь очень много как я говорил 52 штуки причем здесь и фары и такие стекла и они все практически дублированы в любом случае что-то у вас даже останется и последнее что у нас осталось без обзора это вот такие летники здесь у нас фигурки всего их 10 штук отлитые я конечно не спец по фигуркам но на мой непридирчивый как бы взгляд отлита очень хорошо как она будет стыковаться это уже другой вопрос но сами лица сама проработка одежды на мой взгляд очень достойная я повторюсь я не искушенный говорится спец по фигуркам но мне лично очень нравится качество я видел и хуже как она это покраситься и будет выглядеть в итоге это уже другой вопрос посмотрим как у меня это выйдет еще не факт что я буду именно делать с этими фигурками то есть у меня пока мысли пространственные сперва надо собрать наш трамвай потом уже будем решать что мы будем делать с фигурами и с остальной вещью и так последнее что у нас осталось я соврал это у нас основание наша то есть выполнена она из вакуумной формы здесь придется кое-где посрезать вот эти вот пупырышки которые наплывут эти но это в принципе ничего страшного даже если зашкуривать то создаст эффект такой механической как сказать коррозии не коррозия а повреждениями механических самой мостовой это даже пойдет на плюс если грубой шкуркой это все стирать то есть ну царапинки если будут так это полноценная вакуумка здесь у нас станет сам трамвай здесь можно расположить всю остальную утварь вместе с человечками и так надеюсь что на это все сейчас закроется с первого раза как знай как вы все знаете если открыл коробку не факт что ты еще заново закроешь и так друзья на сегодня было на обзоре трамвай европейский с фигурами от меня арт в 35 масштабе будем собирать это в ближайшее время не пугайтесь танки уже практически на подходе а может быть даже уже завершились к этому к выходу этой части наших работ то есть к этому обзору уже может даже и появились финалы по танкам бисмарк тоже все в процессе просто у меня сейчас вдохновение на него не было но муза вернулась и мы его продолжаем в любом случае подписывайтесь если не подписаны ставьте колоколец следите за новостями чтобы ничего не пропустить ну и всем спасибо всем до новых встреч пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok